Сайт был зафиксирован самый сильный рост банковского индекса Южной Африки впервые за последние 14 лет. Буквально за одну неделю страна объявила о назначении своего третьего финансового министра. С нами на линии сегодня Мохаммед Нала. Новым министром финансов Южной Африки стал Правин Гордон. Как вы можете прокомментировать его недавнее выступление? Выступление нового министра финансов Южной Африки Правина Гордона в принципе не стало большим удивлением для рынка. Его речь полностью оправдала все ожидания. Он говорил о возможных расходах, которые в основном будут зависеть от того, откуда страна получит дополнительную прибыль. Если говорить о реакции рынка в целом, накануне мы отметили снижение на 10-12 центов по валютному курсу южноафриканского ранда. Однако само решение о назначении Гордона благоприятно повлияло на рынок. Рент за вечер воскресенья вырос на 5%. Как нам кажется, больше всего от этого решения президента Зума пострадали инвесторы. Каким образом вся эта ситуация повлияла на экономику Южной Африки в целом? Имеется в виду не только с точки зрения репутации, а непосредственно воздействия на экономические данные страны. Если говорить непосредственно о нанесении ущерба репутации, за последние пару дней такая неопределенная ситуация привела к росту дефицита доверия. Это будет очень сложно восстановить. А в дальнейшем это также может привести к потере доверия со стороны инвесторов, вернуть которое также будет непросто. На это потребуется много времени. В настоящее время иностранные инвесторы не особо доверяют странам с развивающимися рынками. Ситуация на рынке крайне волатильна. Я полагаю, что в дальнейшем Южной Африке будет сложно привлечь иностранных капиталов в их страну. В перспективе такая ситуация, конечно же, повлияет на экономические данные. Неопределенная ситуация в политической среде стала причиной неуверенности и нестабильности. Макроэкономические данные Южной Африки продолжают демонстрировать снижение. И вряд ли ситуация в ближайшее время может замениться в лучшую сторону. По мнению аналитиков, соглашение о будущей процентной ставке подразумевает очередное повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Как вы думаете, повлияет ли это на монетарную политику Центрального банка Южной Африки? В последнее время движение валютного курса южноафриканского ранда нестабильно. Это указывает на то, что рынок ожидает на более агрессивную и не сдержанную монетарную политику со стороны Центрального банка Южной Африки. То есть, вполне возможно, что мы увидим значительное повышение процентной ставки. Резервный банк Южной Африки крайне обеспокоен чрезмерно низким курсом национальной валюты и тем, каким образом слабый ранд может повлиять на рост реальной экономики страны. Скорее всего, что Центральный банк Южной Африки примет решение повысить размер процентной ставки. Однако их решение во многом будет зависеть от монетарной политики со стороны ФРС США. После того, как президент Южной Африки Джейкоб Зума назначил на пост министра финансов Дэвида Ван Руэна, южноафриканский ранд отреагировал снижением. Но затем, как только на пост министра финансов был назначен Прайвен Гордон, мы отметили рост национальной валюты. Что вы думаете по этому поводу? В подкосочной перспективе мы ожидаем нисходящий тренд по курсу южноафриканского ранда. В основном наши прогнозы обусловлены тем, что ФРС США запустили процесс повышения процентной ставки. Сильный курс доллара будет оказывать понижательное давление на курс ранда. На окануне решения ФРС мы отметили довольно резкий рост по южноафриканскому ранду. Но в долгосрочной перспективе мы по-прежнему прогнозируем медвежий тренд. Перед южноафриканским правительством стоит очень важная задача – провести ряд структурных реформ. Что касается дальнейшей перспективы по росту экономики, мы ожидаем на дальнейшее замедление темпов роста. Такая негативная динамика будет оказывать понижательное давление на курс южноафриканского ранда. В следующем году по курсу ранда в основном будет превалировать медвежий тренд. Мы признательны Мохаммеду Нала за его комментарии по экономике Южной Африки. Продолжайте оставаться с Дуга с КПТВ. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok